Создаем каталог своими руками, часть 16. В этой части поговорим о реализации требований правил для сущности ТЭК. Они перед вами. Итак, переключаемся в Visual Studio и посмотрим, что нужно для этого сделать. Так, прежде чем начать, давайте на секундочку вернемся в требования. Смотрите, я немножечко поправил первый пункт и написал следующее, что у меня продукт должен иметь одну и более меток. То есть у меня получается, что метка обязательная. Далее, давайте посмотрим, как у нас сейчас реализовано в базе. У нас есть ТЭК, это многие ко многим таблица связь есть. У нас есть продукт, да, многие ко многим связь есть. И у нас сама есть связь, которая называется многие ко многим ТЭК и продукт. Отлично. Значит так, немножечко про реализацию. Смотрите, можно сделать по-разному на самом деле. Вот что я имею в виду. На самом деле можно на стороне клиента формировать уже готовую метку, которая будет иметь название, идентификатор и добавлять ее в продукт. Но также можно сделать только название одной метки. Что я имею в виду? Существует много контролов в интернете, в том числе D.U.I., которые могут обрабатывать строки через запятую, преобразовывая их в метки. Вот этот механизм я и буду использовать. То есть для этого мне нужно сделать следующее. Я открою ViewModel. Так, для начала я открою контроллер. Контроллер называется Products. Вот. Я буду делать таким образом, что у меня сущность ТЭК будет второстепенной. Для нее не будет конкретного контроллера. Для нее она будет второстепенной и будет иметь важность только после продукта. То есть продукт будет управлять метками, но никак не по-другому. Что касается, допустим, второго пункта, так называемого облака меток, то на самом деле его можно сделать метод этот и в продуктах, и, допустим, какой-нибудь там дефолтной реализации, допустим, HomeController. Но я буду использовать в продуктах. То есть у меня метка появляется, получается, второстепенная, и для нее не будет ни контроллера, а будет только сервис, который будет позволять управлять ее из сущности продукта. Теоретически существует вероятность, что потребуется продукт, продукт-провайдер, то есть более высокого уровня, если у нас есть сервис. Сейчас проверим. Продукт-сервис. Нет, значит у нас будет продукт-сервис. Вот. Ну и, в общем-то, давайте к реализации. Смотрите, у меня есть продукт-кредит-ю-модел. Для того, чтобы он стал ближе к использованию меток, я сделаю таким образом. Я сделаю свойство, в которое можно будет запихнуть метки через запятую. То есть у меня метки будут обыкновенной строкой, и я их буду искать по именованию на полное совпадение. name, давайте вот так сделаем, правильно напишем, tag names. Собственно говоря, такое же свойство у меня должно быть непосредственно и в редактировании. То есть я могу открыть продукт на редактирование, я хочу в нем получить метки также через запятую, удалить или добавить метки, и, собственно говоря, сохранив, они мне должны прокинуться уже непосредственно в базу. Соответственно, мне потребуется дополнительная обработка на сохранение. Итак, давайте ее реализуем. Так, нам для этого потребуется, нам для этого потребуется маппер, да? Нам для этого потребуется маппер, что передвинуть уже хотелось и так далее. Смотрите, есть, давайте посмотрим, как она называется еще раз. Давайте ее переименую. Пусть это называется tags as string. Ну, то есть это теги, как стринговое переменное, как стринговое свойство. И, соответственно, видимо, мне придется и для вот этой тоже переименовать, чтобы они одинаково... Да, я их сделаю одинаково, чтобы они назывались. Вот. Теперь мне для того, чтобы... Ну, в общем, смотрите, на самом деле, что нужно происходить. У меня уровень трансформации, то есть место трансформации сводится в одно место. Это называется автомаппер. То есть, когда у меня трансформируются данные из базы данных во ViewModel, я могу сделать преобразование очень легко и просто из string array собрать непосредственно сами уже метки и, соответственно, наоборот, из меток собрать строку. Что для этого нужно? Для этого нужно сделать первым делом настройки маппера. Я сейчас быстренько напишу вот таким вот образом. То есть, мне нужно для сущности продукту для этого сделать в ее свойства вот из этой строки преобразования. Я для этого сделаю следующее. Вот таким вот образом. Вот. Map from. Здесь теперь можно указать. Так, стоп. Здесь мне как раз должно быть наоборот. String to tag resolver. То есть, мы из строчек создаем непосредственно сами уже метки. Даже не столько метки, сколько мапы для них. Сейчас я это быстренько сделаю. Хорошо. Получается. Так, пока реализацию писать не будем. То же самое у меня должно происходить и при редактировании. Соответственно, то есть, я когда-то редактировал какие-то метки, они должны как-то преобразоваться в мапы и, соответственно, уже в сами метки. Так, у меня здесь конфликт. Смотрите, у меня один и тот же резолвер я хочу использовать для двух разных сущностей. Суть решения вопроса в том, что нужно сделать или два разных резолвера, где выказать резолверу или два разных типа, либо сделать какую-то абстракцию. Я предпочитаю второй вариант, поэтому сделаем таким образом. Я вот это свойство, так, у меня в E-Module ни на что не обязан, не обязан ничему, да? Я скажу, что у меня... Я вынесу вот этот вот на самом деле... Что такое у меня тут? А вот, экстракт класс. Давайте я вот эти вот метки вынесу в отдельный класс, который будет называться... Так, 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 так... Так, что это такое? Поверю крит. Не вижу ничего. Ну, а вот. Я вот эти метки вынесу в отдельный класс, который будет называться... Экстракт... Так, 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 так... Tag Holder, да? Вот так вот я его назову. Tag Holder. Вот. И нет, что-то мне предлагают очень странное. ReSharper. Да? Tag Holder. Ну, нет, конечно же, я так не хочу. Я сделаю Tag Holder абстрактным. Сейчас не буду экспериментировать, просто сделаю вот таким вот образом. Поверьте мне, что это работает. Так, Tag Holder пусть остаётся таким вот образом. Control Card DM. Так, у нас, получается, свойство ушло туда. Tag Holder давайте назовём. View Model. For Entity. With. Что там неправильно написал? With. Tags. Ну, пусть как-то так. Вот, соответственно, я теперь такую же штуку должен сделать и для Update View Model, соответственно, удалив это свойство. Вот и удалил. Ага, здесь что-то немножечко посложнее. Здесь у меня View Model Base. Так, сменяется всё. Тогда я сделаю вот так вот. То есть, теперь это у меня будет интерфейс. Я его так и назову. Ой, интерфейс. Вот. Модификатор нужно убрать. Вот, теперь у меня нужно, чтобы он реализовывал этот интерфейс. Вот, они, так я их повыше поднимаю обычно. Вот. Теперь, соответственно, мне тоже самое проделать для iTag Holder. Это запятая. И делаем alt-enter. И поднимаем наверх вот эти вот свойства. Ну, чтобы все валидейшины были после. Таким образом, получается, что у меня вот этот вот холдер может сюда принимать iTag Holder. И здесь, соответственно, тоже должен быть iTag Holder. И таким образом, смотрите, я сделал один резолвер, который привязан к одному свойству, которое всего лишь называется iTag Holder. И я теперь могу использовать его и для Create, и для Update, потому что они оба реализуют этот функционал. Этот интерфейс. Ну, и суть как бы сводится вот к чему. Теоретически мне здесь нужен какой-то сервис, который будет, я так понимаю, iTag Service, который будет проделывать за меня эту вот всю работу. Я давайте на следующую строчку уберу. Вот. Ой, то есть наоборот строки уберу. И здесь нужно написать реализацию. Так, мне потреб... Давайте для начала напишем именно summary. ResolverForTags. Давайте сделаем таким образом. Я делаю конструктор, куда заинжекчу iTag Service. Это будет... Ой, что-то тут много она вставлялась. Ну, конечно, у меня же этого Tag Service еще нет, поэтому она подставляет всякую дрянь. Tag Service. Вот. Сделаем ее как... Ну, можно как свойство, на самом деле. Можно... Пусть будет так. Теперь у меня нету Tag Service, давайте я его создам. Вот у меня есть интерфейс. И теоретически я могу сделать вот так вот. varTags равно... Ну, будет будет Tag Service. Так, мне нужно getTagsByString. И, соответственно, я должен отдать сюда какой-то параметр, который Tags. Так, а еще мне нужны не все теги, а непосредственно еще и... Хотя нет, мне сюда идентификатор продукта не нужен. У меня будет строка, который будет содержать непосредственно сами теги. Хорошо. И тогда я должен сказать Return New Collection Product Tags. Ну, видимо, так. Ну, во-первых, ни один тег у меня здесь вернется, а тегов много. Они, я думаю, что не вернутся как Enumerable, и я из них сделаю Tags. Вот, как-то, как-то вот так вот это примерно должно быть. Ну, для этого я здесь делаю интерфейс. Пусть он называется таким вот образом. Давайте напишем описание, что он делает. Returns Product. Ну, вот так вот можно сделать. Product Tag. By... Product Tags, наверное, все-таки это Collection. By Names of the Tags. В общем-то, мне теперь это нужно реализовать. И здесь мне что-то еще не хватает. Что он говорит? А, он говорит, что нету... По-моему, врет. А, конечно, конечно, паблик. Извиняюсь. Так, сервис должен быть паблик. Так, мне здесь нужно какое-то описание. Так, сервис... Пусть пока будет так, неважно. Так, у меня получается, что Tags должен вернуть метки из каких-то строчек. И, соответственно, у меня должна быть на него реализация. Есть у меня еще второй резолвер, который... Вернее, у меня еще должен быть второй резолвер, потому что, когда я из продукта делаю на редактирование какие-то штуки, у меня здесь должно происходить преобразование в обратную сторону. В данном случае у меня из TagsAsString, то есть из этого поля, у меня должны появляться, собственно говоря, сами метки. Я сделаю таким вот образом, и теперь назову TagToString. TagToString... ой, резолвер. Вот так. Так, то есть в первом случае мы из стрингов получали непосредственно сами продукт-теги, а теперь из продукт-тегов мы должны получить, соответственно, метки. Я нажму реализовать этот квас, дальше мне нужно, чтобы он имплементировал интерфейс, и дальше мне нужно, чтобы у меня была реализация. Я опять же назову его ResolverForTag. Пока так. Вот, и здесь теоретически мне, ну, смотрите, опять нужно сделать конструктор. Вот, я не буду мудрствовать лукаво, нет, не люблю ее копировать, я напишу. Мне также здесь потребуется I-TagService, тем более он сейчас легко мне даст это сделать. Тег-сервис, мне нужно из него создать field, и теперь здесь мне что нужно? Мне нужно здесь вернуть стринг. Я должен писать return tag-service, так, мне теперь нужно get tag-baiting, get string from tags. Вот таким вот образом, и source у меня должен пойти вот эти вот, to list. Вот, собственно говоря, что нужно сделать. Так, давайте проверим, чтобы названия были красивые. get string from test, ой, tags и get tags, нет, давайте вот так вот, здесь назовем from, from string. Во, теперь все ровненько и красивенько. Теперь нажимаем здесь, чтобы этот метод у нас появился. Вот он появился. Ну, то лист, наверное, нет. Давайте назовем items. Вот, здесь назовем return. String. Names. Что-то неправильно написал. Ой. For, tags. Достаточно. В общем, у нас получается вот такая вот штука. Теперь я нажму control R, O и перенесу все резовверы в папку. А, пусть она будет mappers. Вот. И создам папку res-over. Проверяем. Вот mappers, вот резоввер. Ой, я неправильно назвал. Ну, да, конечно. Должно быть здесь. Да, хочу. И, соответственно, это нужно удалить. С одной выбором промахнулся. Вот. И, соответственно, раз у меня резовверы поехали в другой namespace, надо сделать, чтобы у меня они теперь были в одном. В правильном namespace. Дальше. Что у нас получается? У нас получается, собственно говоря, все. Это нам не нужно. Это нам не нужно. Вот. У нас теперь iTech-сервис есть. Смотрите. Я iTech-сервис перенесу в папку services. Вот. Теперь у меня получился чистый product mapper. Теперь VueModal мне тоже теоретически не нужны. Здесь, получается, не попал я немножечко где-то. Тут сервис. Вот они. А-а-а-сервис, где? Так-так-так, P-R-S-A-T. Вот он. Вот. Соответственно, мне нужно сделать какую-то имплементацию этого класса. Мне нужно реализовать пока два этих метода. Да, естественно, это все должно быть павлик. Естественно, у него должно быть какое-то название. Пусть возьмет из базового класса. Ну, и, в общем-то, вот сейчас нужно написать саму реализацию. Но, как минимум, здесь потребуется конструктор. В этот конструктор потребуется iUnitOfWork. Обязательно заинжектить сам iUnitOfWork. Это у нас iUnitOfWork. Дальше. Теперь можно написать саму реализацию. Дабы сэкономить время, я решил сделать немножечко по-другому. Я отключился, написал, ну, вернее, я отключил запись, написал о реализации, и теперь вот ее хочу вам прокомментировать, чтобы сэкономить время, потому что я уже так потратил много времени. Ну, во-первых, интерфейсы мне пришлось немножечко переделать, и вот почему. GetStringFromTags я буду использовать еще и в другом методе. Поэтому я беру GetStringFromTags для конкретного продукта. У него же есть теги, поэтому я их могу получить. И возвращается у меня Array. В Resolver, соответственно, я могу дернуть этот GetStringFromTags. Я знаю идентификатор, который я хочу. И там внутри у меня, сейчас я вам покажу, возвращается этот набор меток с названиями, и я их здесь просто склеиваю и отдаю. Все, на этом мне больше Resolver не нужен. Теперь StringToResolver. Так, он у меня тут что-то пока не работает. Но, бог с ним, пока на самом деле не важно. Итак, вот у меня интерфейс был, а вот его реализация. Я на самом деле сделал... Сейчас вот так вот красоту наведу. Вот таким вот образом. То есть GetTagFromString у меня принимает... А, давайте тогда с первого метода, который я сделал. Так, это чтоб не мешалось для начала. Оно потом пригодится. Итак, есть у меня GetStringFromTags, который по идентификатору продукта получает список его продукт-тегов. Ну, то есть непосредственно меток. В данном варианте это реализовано таким образом. Я из репозитории продуктов беру первый... Ну, то есть я ищу продукт с идентификатором, который мне пришел отсюда. Дальше я подключаю туда зависимости. То есть Include делаю. Пишу ProductTypes. Дальше следующее вложение. Я беру метки. Ну, помните, как у нас, из чего состоит ProductType. И, соответственно, тег. После этого я проверяю, если у меня нет такого продукта или вдруг у него нет меток, я возвращаю пустой Array. Если есть, я беру метки. Дальше делаю Projection на Name. Делаю ToLover. Ну, они и так периодически должны быть low. Ну, бережу наобок бережусь. Поэтому обратно вылетает список названий. Дальше мне пришлось реализовать второй метод. Так, я уже на него закрутил. Вот он. Он немножечко посложнее. Но все, собственно, очень просто. Суть в том, что есть какой-то продукт, и к нему приходят новые метки. Приходят не просто новые метки, а приходят все метки, которые сейчас существуют у продукта. Объясняю. Когда человек сохраняет одну метку, например, А, а потом сохраняет, и после этого открывает на редактирование, эта метка А уже присутствует. Если добавляет метку Б, сохраняет, то уже сюда приходят А и Б. Соответственно, А старая, А старая, Б новая, и нужно этот процесс обработать. Так как у меня продукт является первичным, метки вторичными, поэтому это делается примерно таким способом. Итак, первое, что я получаю, то есть разделяю все метки через запятую, чтобы узнать, какие метки вообще пришли с UI. Дальше. Я получаю тем самым методом, который я первоначально написал, вот он, метки, то есть array, массив меток, которые принадлежат конкретному продукту. Это значит, те, которые пришли, это те, которые были. Дальше. Я вычисляю метки, которые нужно удалить, то есть старые, минус все. Соответственно, накладываю маску, чтобы найти обратно, то есть новые метки, то есть как-то, то есть исключение, интерцепт, пересечение. Дальше нахожу те, которые нужно удалить. Ну, то есть, делаю проверку, что она не null, и, в общем-то, to delete, получается, превращается to delete. Собственно говоря, следующим вариантом я проверяю. Если у меня есть метки, которые нужно удалить, то я через for each, пробегая, получаю старую метку в базе. Если она не существует, делаю continue. Если она существует, то дальше я беру map, ну, так называемую, вот это вот, таблица связей, many to many, я получаю этот называемый product tag. Если он меня возвращает не null, я его удаляю, у меня здесь, кстати, нет проверки на null, но будем надеяться, что она и есть. Далее, когда у меня метка удалена, я должен проверить, есть ли еще в базе данных какое-то количество ссылок, ну, то есть, на эту метку. Если она равна единичке, то я, соответственно, метку само собой тоже удаляю. Далее, я определяю, ну, то есть, у меня там наверху, вот метод tory, он как бы показывает те метки, которые нужно добавить. Добавить очень просто. Я также получаю название метки. Если она не существует в базе, я ее создаю, дальше сохраняю базу, и, соответственно, мне нужно добавить еще и, так называемую, связку. То есть, product.tack со самой меткой. Я создаю этот класс и подставляю ему название продукта, который отсюда берется, и, соответственно, вставляю базу данных. Если у меня метка уже существует в базе, то я просто создаю product.tack и после этого делаю уже вставку базу данных. На данном этапе у меня делается saveChange. И после того, как saveChange отработало, у меня вот этот метод возвращает все нужные мне product.tack, ну, собственно говоря, то, что требуется вот здесь, для того, чтобы потом это все отобразить в резолвере. Соответственно, мне этот резолвер возвращает innumerable.tacks, а сюда нужно подставить именно ту лист. Ну, то есть, они должны уже быть материализованы. Теоретически, это все сейчас должно работать. Давайте запустим и проверим. Но, прежде чем запустить, так, мне кажется, что я... так, сейчас, секундочку. Мне кажется, что я немножечко промахнулся, я сейчас проверю. Так, или мне показалось, или одно из двух. Так, маппер, продукт маппер. Так, опять я что-то куда-то... Да, наверное... Ну, конечно, что-то я же говорю, что что-то должно не так. То есть, я вот мап создал, а вот его переопределил. Поэтому это нужно однозначно удалить. Ох ты, а здесь я вообще что-то натыкал непонятное. Так, один, да, теперь все правильно. Так, и еще ITEG сервис я создать-то создал, но такое ощущение, что я его не запихнул в dependency container control-F control-V Да, не запихнул. Но, соответственно, давайте запихнем. Я это делаю таким вот образом. И закрыть. Теперь давайте проверять. Так, для этого давайте запустим. Деймаппинги не нарушены. Пусть будет примерно вот так. Так, что-то мне подсказывает, что не сработает. Сейчас попытаюсь проверить сначала, а потом объясню. Так, мне для вставки нового продукта потребуется категория. какая-нибудь категория. Отлично, вот эта вот категория мне подойдет. Копируем. Пусть поваляется в памяти. Так, теперь мне нужен products, post, item, try, ага, вот самая категория ID, товар, пусть будет, ой, ну это не ценность для товара, пусть будет 110, name, пусть будет тест, пусть будет тест, description, ну, пусть тоже будет какой-нибудь text, testing, text, давайте так, тест 1, точка запятой, тест 2, давайте проверим, ну, так, наименование должно быть, ну да, сработало не менее 5 символов, тест, пусть будет with, text, ну-ка, text, ага, отлично, давайте проверять, получили репозиторию, нашли старых, нету, новых, 2, да, для добавления 2, все верно, дальше, на удаление нету, для удаления проскакиваем, начинаем добавлять, проверяем, так, теги, ага, вот, наверное, почему не получится, смотрите, ну, давайте проверим, а потом объясню, почему, так, мы получаем, тегбайнейм, да, конечно же, его нету, мы создаем новый, делаем insert, вот он, 069, появился новый, теперь создаем мэп, продукт-ид, у нас, а почему у нас продукт-ид, это нул, действительно новых, действительно новых, так, стоп, давайте найдем, откуда бы это, все прилетело, вот здесь, вот у нас, source, категория идей, а, правильно, у нас же нет еще продукта, потому что мы его создаем, соответственно, этот метод не сработает, у нас нет идентификатора, поэтому, к сожалению, мы этот не раз, так, давайте тогда быстренько все за рефакторим, и так, нужно, нужно понимать, что у нас есть, так, это продукт-провайдер, но мне нужен так, сервис, у нас есть маппинг, то есть на продукт, у нас на продукт, здесь нужно сделать, соответственно, ага, здесь нужно сделать ignore, потому что мы отсюда не сможем вытащить идентификатор, но, тогда получается, в менеджер, продукт, продукт, не, не тут, менеджер, менеджер, вот они, менеджер, но, после того, как, successfully started, ой, создан, товар, тогда нам нужно сделать, override, вот, create, вот, before, before, before safe change, ну, можно вот так вот сделать, before safe change, так, вот здесь мы получаем продукт, здесь получаем identity, соответственно, можно их обработать, так, давайте быстренько обработаем, мне нужно получить, что, метки, они должны из сервиса получиться, i-tag-service, быстренько, вот так вот, упс, не попал, так, сервис, запятая, introduce service, соответственно, мне здесь нужно написать tag-service, tag-from-string, string-from-tag, здесь мне нужны теги, здесь, соответственно, мне как раз уже будет у-entity, у-entity здесь будет, соответственно, идентификатор, здесь у меня будет, кто, у меня будет model, уже в нем будут теги, нет, неправильно, text-string, вот, и теперь мне нужно у-entity, product-tags равно text, ну, в общем-то, to list, я так понимаю, да, так, и чтобы это все заработало, я должен сказать, что у меня task complete, вот так вот, да, да, вот, соответственно, давайте теперь запустим, то есть получается, что, наверное, создание мы идентификатора объекта не знаем, поэтому мы не сможем ничего с ним сделать, нужно, значит, отложить на, после того, как было создано, так, вот у меня уже тест 1, тест 2, так, запускаем, вот они, теги, identity, у меня уже есть идентификатор, соответственно, этот метод должен обработаться соответственно, правильно, сейчас я вот вниз, вот сюда закинул, в 10, в 10, так, судя по всему, проскочил, и теперь мы имеем, что, так, мы имеем два продукт-тега, и у них заполнены и тег, и продукт, все верно, нажимаем, короче, сохраняем, и, да, результат правильный, теперь открываем базу данных, показать, так, вот он наш новый продукт, так, мне теперь нужно открыть метки, давайте сразу откроем, вот, тест 1 и тест 2, и, соответственно, должно появиться еще, еще, совершенно верно, таким образом получается, что метод сработал, теперь давайте сделаем вот таким вот образом, ну, недалеко, чтобы не ходить, вернее, сразу попробуем отредактировать, смотрите, мне нужно взять и отредактировать вот этот вот продукт, ага, вот как раз эта бряка упала, мы получаем стринги, вот они, теперь мы их складываем и возвращаем назад, и того, да, совершенно верно, текст 2, стринг, вот они, через точку запятой, теперь, если я вот так вот скажу, Ctrl-C, редактировать, где-то у нас тут есть метод put, отлично, Ctrl-V, идентификатор, я также перетащу сюда, а, теперь мы что должны сделать, давайте мы сделаем вот что, я напишу тест 3, а тест 1, давайте удалим, таким образом, изменив немножечко, ну, для приличия, давайте цену поднимем, что-то как-то мало, нажимаем сохранить и проверяем, так, сохранилось правильно, теперь проверяем наличие меток, смотрите, это у нас что, так, давайте тогда проверим, что продукт обновился, вот продукт, где цена, цена обновилась, теперь смотрим на теги, проверяем, ага, вот, смотрите, не сработало, то есть, так как у меня вообще единственный продукт, который этот, у меня должно было 2 и 3 остаться, одна удалится, теперь проверим здесь, ага, ссылка удалилась, не удалился сам, так, видимо, я там что-то напутал, давайте секундочку, сейчас глянем, теоретически, я могу сейчас нажать снова сейв и увидеть, как это работает, у меня есть тег для, тег, вот, для удаления, так, все-таки здесь, давайте вот здесь, поставлю бряку, и еще раз запущу этот метод, давайте проверим, почему он не удалился, и так, to delete, а, вот почему, to delete неправильно посчитался, у меня all получается, 2 и 3, а всего, а, ага, я вот что-то неправильно посчитал, так, to string, c2, а all, я получаю, у меня их почему-то тоже, 2 и 3, а почему, так, ну-ка, тогда сюда нужно идти, вот, в этом методе смотреть, давайте еще раз проверим, хопа, так, проверяем, вот, метки, продукт ID, получили, include, проверяем, ну, теоретически, выглядит все очень красиво, test3, и, соответственно, ой, tag2, и tag3, непонятно, почему у меня тогда, метки не удалились, видимо, видимо, нужно будет еще раз, тогда что-нибудь попробовать, и того, получается, на удаление, 0, очень интересно, давайте сделаем еще раз, по-красивому, быстренько, вот этот вот, удалим, и попробуем, немножечко, изменить запрос, то есть, добавить сюда, тест 4, а тест 2, соответственно, удалим, запрос, непонятно, что произошло, наверное, потому что я остановил, ну, выполняем запрос еще раз, вот, получается, что у нас, у продукта, сейчас, меток, метки есть, проверяем, старый у нас, тест 2, и тест 3, мы возвращаем, alt, получается, тест 2, и тест 3, все правильно, alt, тест 3, и тест 2, тут, все правильно, тест 2 нужно удалить, проверяем на удаление, соответственно, на добавление, один, тест 4, на удаление, тест 2, все правильно, есть ли any, проверяем здесь, get tag by name, name на удаление, тест 2, проверяем, есть такой, мы ему говорим, мы обходим, product ID, map, есть, ага, стоп, такая, так-то мы все правильно, вот, сейчас проверяем, есть ли у нас единичка, у нас же единственный продукт, который, ну, елки-палки, оу, так, ну, да, тут я дал в натуре маху, что называется, здесь нужно, конечно, делать вот так, мне нужно из продукта взять, да, и вот так получается, что вот так получается, давайте еще раз подготовим данные, так, этих 3, этих 2, этот 1, отлично, нажимаем, debug, и сейчас должно, наконец-то, все сработать, ну, или не должно, ну, или не сработать, так, проверяем, у нас есть тест 3, тест 4, давайте поставим тест 4, и тест 5, соответственно, нажимаем обновить, нажимаем дальше, давайте проверим, что у нас теперь, F10, 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 где-то тут должен быть total, так, это вот, удалит, получается, 2, то есть, 2 и 2, 3, все правильно, где-то map удалили, проверяем, что у нас, total, теперь 1, все правильно, раз 1, значит, удаляем, и проверяем, следующий, это тест 3, его тоже больше нету, да, так у нас есть, сейчас она посчитает, посчитает сейчас, брюки превращаются, превращаются брюки, тоже 1, соответственно, так, что я вам не думаю, так, соответственно, тоже удалился, и проверяем, где у нас тут результат, так, не сработал или нет, что-то я не понял, так, этот на месте, не сработало, что-то зависло, ну, давайте выйдем из дебага, для начала, и запустим без него, возможно, на этапе дебагинга, произошла какая-то гадость, так бывает, и так, я вызываю метод, отлично, он отработал, теперь проверяем, у нас здесь должны остаться, 4 и 5, тадам, что и требовалось доказать, ну, и линки о них, ну, и, собственно говоря, я думаю, что, на удаление, конечно, нужно сделать то же самое, то есть, если товар удаляется, то нужно проверять, ну, так как, нужно проверять, вообще, остались ли метки для этого товара, ну, если я на последнее, в этом товаре, то нужно метки удалить, ну, так как мы в это, как они называются, в требовании, в правила не записывали, я это не буду делать, это останется на вашей совести, а я буду считать, что у меня товар удалить нельзя, а в общем-то, что у нас получается, давайте, вернемся, в общем-то, что у нас получается, давайте вернемся, немножечко, к нашим требованиям, так, один, или несколько, так и не сделано, давайте быстренько поправим, для этого нам нужно, что, правильно, нам нужно найти, и сказать, что, а, в процессе валидации, мы сделали, продукт, менеджер, ой, в смысле, да, в менеджере у нас есть такая штука, и мы здесь можем сказать, в общем-то, теперь мы вот эту штуку сделали, сейчас мы ее вот так вот, хоп, будет красиво, дальше, просмотр всех меток, которые у нас в каталоге, мы все настроили облако меток, я думаю, что эту штуку мы внесем в отдельную, ну, потому что достаточно такая большая, громоздкая штука, я назову его отображение облака меток, вот так вот, и сюда вот этот вот сделаю, вот, чтобы у нас было чем заняться в следующий раз, здесь, соответственно, я ударю, так, при создании реактивных товаров, ему нужно добавить несколько меток, с учтением меток, а это у нас работает пункт, можно его, соответственно, закомментировать, дальше, если в описании товара удаляется метко, то надо проверять, это у нас тоже работает, за сим, считаю, что мы сегодня хорошо поработали, не знаю, как вы это уж точно, вот так вот, нет, что-то не так, вот так, наверное, вот, ну, в общем-то, тогда получается, думаю, что нам нужно уже прощаться, в общем-то, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, Продолжение следует...